Сейчас хотим подключить нашего следующего гостя, Владимира Осечкина, основателя ГУЛАГу.нет. Я знаю, что Владимир очень внимательно следит и сейчас расскажет, как именно следит за этой темой, за тем, что произошло с Евгением Нужиным. Владимир, здравствуйте, хорошо ли нас слышно? Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые журналисты, и приветствую ваших подписчиков и зрителей. Да, слышно хорошо, и то, что вы говорили последние несколько минут, я внимательно слушаю. Владимир, давайте мы тогда по порядку пойдем. У нас, собственно, первый вопрос. Мы уже успели с военным экспертом Русланом Левиевым его версию обсудить. На ваш взгляд, так именно нужен оказался в руках у наемников? Похищение это было или обмен? Какой версии вы склоняетесь? Буквально несколько минут назад я прекратил разговаривать, прервал разговор с одним американским журналистом, который встречался с Евгением Нужиным еще в Киеве. Мы сейчас действительно по крупицам собрали всю хронологию. Если начать коротко, предысторий, как он вообще оказался на территории Украины. Евгения Анатольевича Нужина задержали в 1999 году. Он был на тот момент сотрудником внутренних войск МВД. Ему предъявили обвинение в убийстве. В 2003 году он был осужден. И последние 10 лет ему был назначен срок лишения свободы, более 25 лет лишения свободы. И последние 10 лет он отбывал в исправительной колонии номер 3 УФСИН по Рязанской области в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. Это колония строгого режима. И туда одним из первых приезжал Евгений Пригожин с своими наемниками, с теми, кто занимается вербовкой заключенных. И дальше уже по той бесчеловечной незаконной схеме Евгений Нужин в числе еще десятков заключенных был перемещен из исправительной колонии на автозаках до самолета, на самолете до оккупированных территорий. И дальше уже непосредственно принимал участие в этом вторжении в Украину. Но здесь важно понимать, что с учетом того, что Евгений Нужин отбывал наказание как человек, склонный к побегу, у него была такая, знаете, на личном деле и на бирке красная полоса, краснополосник, как склонный к побегу, потому что он действительно ранее пытался совершить побег. Так вот, ему не стали доверять в руки оружие, и его использовали в качестве такого грузчика, носильщика тел. То есть по вечерам, по ночам в темноте он с другими теми, вот кто был там в самой низшей касте этого незаконного вооруженного формирования, их отправляли собирать тела убитых и раненых. В первую ночь он прошел, и они там собирали тела. Во вторую ночь он принял для себя решение, и он выдвинулся в сторону украинских позиций, и он сдался. То есть он, еще раз подчеркну, он не применял автоматическое оружие, у него его просто не было. Он не нападал и не стрелял в украинцев, и он сам пошел к ним на позиции с тем, чтобы сдаться в плен. Вот это очень важно, потому что сейчас разные интерпретации всего этого идут, и идут оправдания того, что с ним произошло, в связи с тем, что якобы он там убивал украинцев. Он украинцев не убивал, он сдался сотрудникам ВСУ. Дальше, в последующем, его перевели, насколько я понимаю, в Киев, в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение в соучастии в незаконном вооруженном формировании. Это в Украине называется как подозрение. Вот, не обвинение, а подозрение. И вот пока рассматривался его, пока он шел расследование, он выразил согласие общаться с журналистами, потому что он рассчитывал на то, что ему будет гарантирована безопасность, неприкосновенность, он сможет остаться в Украине. И он даже высказывал свои намерения о том, что он готов воевать на стороне Украины против, в том числе, ЧВК Вагнера. Дальше, насколько мы сейчас собираем информацию, чтобы было понятно, я сейчас озвучиваю те слова, те версии, которые нам высказывают, рассказывают наши источники, кому мы доверяем и кто, в принципе, раньше нас никогда не подводил, не обманывал и предоставлял достоверную информацию. Но это не должно быть использовано кем-то, как якобы там какой-то некий пресс-релиз, потому что я не являюсь сотрудником госорганов Украины и расскажу то, что знаю я на данный момент. Так вот, нам известно, что Евгений Нужин несколько раз встречался с разными журналистами, и с украинскими, и с иностранными, давал целый ряд интервью, часть из них уже вышли опубликованы в Ютубе, часть из них не выше, они были как части каких-то больших журналистских расследований крупных изданий. За все время общения с журналистами он ни разу никому не высказывал своих намерений вернуться в Россию или имел желание быть обмененным. Наоборот, он хотел воевать в неком легионе. Ему устраивали внутреннюю проверку с помощью полиграфа, которую, как нам уверяет источник, он не прошел, в связи с чем к нему возникло определенное недоверие. Параллельно у нас есть информация, что со стороны российских спецслужб была вброшена специально дискредитирующая информация с тем, чтобы украинская сторона заподозрила Евгения Нужина в том, что он может быть каким-то скрытым агентом, и именно специально хочет куда-то там в какое-то вооруженное соединение внедриться. И, в общем, я так понимаю, что у украинской стороны возникло желание не привлекать его для участия в каких-то военных действиях, а что с ним делать, как бы было непонятно. А в то же самое время мы знаем, что в последнее время шли напряженные бои под Бахмутом, и мы знаем, что ЧВК Вагнера старалось набрать как можно больше пленных. И вот дальше то, что нам известно от источника со стороны Евгения Пригожина и переговорщиков со стороны вот этого НВФ ЧВК Вагнера, было озвучено мнение требования, что вот у нас находятся там десятки украинцев, мы их готовы поменять, но они выкатили лист, и там номером один в этом списке значился Евгений Анатольевич Нужин, которого они хотели заполучить любой ценой, потому что это человек, который позорил ЧВК Вагнера, который про них там давал очень много там комментариев, информации в СМИ, и на самом деле, в общем, помимо этого еще критиковал прямо и Пригожина, и Путина. И, видимо, Вагнер... Владимир, простите, что перебью, просто это очень важный момент. Я правильно понимаю, что он был в списке номер один? Не очень понятно почему, потому что там какие-то супер боевых навыков, как мы по вашему рассказу понимаем, у него не было. Значит ли это, что его хотели обменять в первую очередь для того, чтобы публично казнить, и вот это видео буквально выложить? Как вы считаете? Сейчас уже мы понимаем, что у Пригожина был именно такой план. Ему было все равно на то, какое количество заключенных и других участников их диверсионных групп они задействуют и положат. Им важно было набрать количество украинцев для большого обмена. А потом они начали вот этот бесчеловечный, по сути дела, террористический шантаж. Насколько я знаю, я еще раз говорю о том, что это не официальная позиция Украины, это та информация, которая у нас есть от ряда источников. Насколько я знаю, Евгений Пригожин и его переговорщики начали шантажировать украинскую сторону тем, что если они в кратчайшие сроки не проведут обмен, и если им не будет предоставлен определенный лист тех, кого они хотят забрать, дальше они перестанут вести переговоры и просто расправятся, казнят, расстреляют или каким-то иным способом жестоко убьют вот этих вот пленных со стороны Украины. То есть они поставили военнопленных в позицию заложников. Это действительно, вот почему мы сейчас поднимаем вопрос о необходимости признания НВФ, ЧВК Вагнера и Евгения Пригожина террористической организацией и террористом, одним из самых известных террористов в мире, потому что это именно методы терроризма. Они берут людей в заложники и они угрожают их убивать, если другая страна не будет выполнять их условия. В данном случае их интересовали не денежные средства, их интересовали определенный список военнопленных, в том числе Нужин. Нужин был Нужин не потому, что он был какой-то знаковой боевой единицей, а так получилось, что в этой, по сути дела, информационной войне, которая сейчас проходит между Россией и Украиной, Нужин стал одним из самых известных персонажей в интернете, который не просто покинул ряды вооруженных сил и ряды ЧВК Вагнера, а он стал одним из обличителей этой системы и, более того, начал рассказывать о том, что намерен воевать против них и создавал условия, такие условия, что по его следам, по его стопам могли и уже пошли в другие заключенные. И здесь хочется прокомментировать мне буквально на протяжении вчера, половины дня, второй половины дня и сегодня с утра, достаточно много юристов из Киева, из Украины мне говорили о том, что, Владимир, вот что же вы так пронужено, о каких вы конвенциях и правах говорите, на него не распространяются конвенции, он не являлся официальным комбатантом, он был заключенным, наемником, участником незаконного вооруженного формирования, поэтому, соответственно, никаких прав у него по конвенциям о военнопленных не было, и чего вы за него таким образом печетесь, вообще он в целом нехороший был человек. Что я хочу здесь сказать, если мы посмотрим, откроем в Ютубе вот это большое, самое популярное интервью с Евгением Нужным, которое сделала Рамина, там в описании этого канала ходят слухи под этим видео, прямо, может быть, сейчас они, конечно, закроют это видео или поменяют описание, но то, что мы с утра видели и заскриншотили, там наверху под этим интервью сразу реклама горячих линий вот этого проекта «Сохранить жизнь». Поэтому хочу жить. Поэтому здесь, конечно же, огромное количество людей, которые смотрели эти интервью, миллионы людей, в том числе тысячи и участников ЧВК, и тех, кого сейчас туда отправляют, и мобилизованных, конечно, они смотрели на все это, и они думали, что это руководство к действию, что таким образом можно сдаваться, и тебе будет гарантирована безопасность, и то, что тебя там не обменяют и так далее. Сейчас то, что произошло, очевидно, подрывает доверие к этому проекту и говорит о том, что в данном случае, по крайней мере, вот это вот участники НВФ ЧВК «Вагнера», «Редут» и заключенные, которых отправляют на войну, они, получается, находятся в такой серо-черной зоне, абсолютно бесправной. С одной стороны, им могут кувалды и головы разбивать и отрезать пальцы в качестве устрашения, и, с другой стороны, тоже к ним относятся. Их не пытают, но считают, что у них нет каких-то особых прав комбатантов в соответствии с конвенциями, и поэтому их можно обменивать. Но здесь еще важный момент по поводу этого обмена. Единственная короткая ремарка. Надо понимать, что это был нестандартный обмен между Украиной и Россией. В данном случае обменом со стороны России занимались Пригожин, Ижи с ними, ЧВК «Вагнера». И, по сути дела, в данном случае ГУР, который контролирует обмен военнопленными, взаимодействовал с ними. Именно поэтому, когда вы приводили сейчас цитату Пескова, который делает такие широко раскрытые глаза и говорит, а у нас такой информации нет, действительно, если сейчас мы с вами поедем условно там с лупой и будем проверять кремлевские документы или документы Генштаба, мы действительно там не найдем ни одного документа, по которым проходит в качестве обмена Евгений Нужин. Это было сделано, минуя стандартную процедуру обмена военнопленными. Именно поэтому Пригожин, зная вот эту хитрость и лазейку, они таким образом сманипулировали, отшантажировали и, по сути дела, достигли своей цели, то, что они хотели. Они забрали человека, который покинул их ряды и их разоблачал, и еще более того, призывал к этому других и намеревался воевать против них. И таким образом показательно казнили с тем, чтобы запугать всех этих участников незаконного вооруженного формирования, с тем, чтобы из них даже никто и не думал, что можно покинуть их ряды и идти к украинцам сдаваться, потому что очевидно, что с той стороны гарантий не будет. Ну, то есть, давайте резюмируем. У Чувака Вагнера есть параллельный обменный фонд, и Чувака Вагнер также параллельно в обход Минобороны РФ, в обход государственных органов Российской Федерации договорилась с Украиной об обмене тех военнопленных, которых держала у себя в этом параллельном обменном фонде, на тех, кого очень хотела получить, в том числе и на нужно. И Украина пошла на такой обмен, по сути, тоже такой серый. Я правильно понимаю, что в том числе об этом вы пишете в своем запросе Владимиру Зеленскому, потому что я процитирую, вы пишете, мы, правозащитники, хотим понять, это ЧП и сбой системы, это чья-то ошибка, это отказ Украины от программы обеспечения безопасности, сдавшимся в плен, или что-то иное? Я правильно понимаю, что вы имеете в виду, что Чувака Вагнера работает буквально в серой зоне, и что, судя по всему, таким образом, взяв в плен, в заложники украинских военных, шантажируя Украину, оно вынудило Украину также в эту серую зону перейти? В том-то и дело, что у нас возникло огромное количество вопросов, и я хочу еще раз подчеркнуть, что все, что я сейчас вам озвучил, это информация от наших источников, достаточно проверенных и компетентных, но в любом случае, чтобы избежать каких-то манипуляций, ошибок, слухов или интриг, которые сейчас как раз со стороны России, со стороны ФСБ и Пригожно пошли, и они это используют сейчас в свою пользу, я и обратился к Владимиру Александровичу Зеленскому, к которому я отношусь с большим уважением и с доверием, я попросил его прокомментировать и внести ясность, потому что очевидно, что сейчас вот та информация, которая есть и у нас, и у средств массовой информации, которые проводят сейчас по этому факту свои журналистские расследования, складывается, мягко говоря, нелицеприятная, неправильная картина, и здесь нужно просто внести ясность и позицию руководства Украины. Эта ситуация, по сути дела, нам сейчас могут сказать, что, ребят, действительно, они не являются солдатами и военнослужащими, поэтому мы за них никакой ответственности не несем, мы их отдали и забыли про них, как про страшный сон, главное, что мы своих людей вернули. И тогда никаких гарантий на них мы не распространяем, и никто их не будет оставлять у нас, мы будем их отдавать. Или это что-то другое. То есть здесь нужно внести ясность, чтобы и мы, как весь мир, который поддерживает Украину, понимали позицию этой страны. И в свою очередь, соответственно, мы могли бы дать какие-то рекомендации тем, кто обращается и к нам, и в другие правозащитные организации из тех заключенных, которых закинули в Украину, которые не хотят воевать против Украины, но сейчас, конечно, когда они ждали от нас какой-то помощи, подсказки, контактов, мы теперь точно понимаем, что даже если они придут без оружия, даже если они сдадутся в плен, никто не дает гарантии, что через месяц, через два их не выдадут Пригожину, и мы не увидим. Новые видео с кувалдой и с расправами над другими людьми. Поэтому здесь, конечно, кроме Владимира Александровича Зеленского, вряд ли кто-то может расставить в Украине точки над «и» и дать понять нам, что на самом деле произошло, и все ли мнение Украины в порядке в этой истории, или все-таки произошел какой-то сбой, ошибка, некомпетентность, злоупотребление, возможно, и какие-то будут кадровые решения, по крайней мере, какие-то дисциплинарные решения в отношении должностных лиц, которые это делали. Владимир, вы в том числе поговорили с родственниками Евгения Нужина, и, насколько я понимаю, к ним приходило ФСБ и говорило сидеть, не высовываться, и вообще помалкивать о том, что произошло с их отцом, при том, что видео с его казнью, оно вложено в публичный доступ. Куда уж тут громче. Я правильно понимаю, что уголовного дела по факту убийства российского гражданина российскими гражданами на территории Российской Федерации нет, но ФСБ, тем не менее, все-таки интересуется родственниками? Здесь важная ремарка, которую я вам хотел озвучить еще в самом начале, когда вы уже говорили про то, что он убит россиянами. У меня нет никаких гарантий уверенности, что Евгения Анатольевича Нужина убили именно люди с паспортами Российской Федерации. Это ни в коем случае не история про украинцев, но мы знаем, что в НВФ ЧВК Вагнера и в НВФ ЧВК Редут проходит, если можно сказать, не службу, а там соучаствуют в этом, в том числе и граждане нескольких стран, в том числе сербы, с известными именами, такими как Коста, как Давр и так далее. Вот это известные наемники, которые перемещаются и которые отличаются особой жестокостью. Поэтому мы здесь можем лишь сказать, что по нашей информации Евгения Анатольевича Нужина убили пригожинцы. А вот кто из них конкретно это сделал? Там есть внутри ЧВК своя собственная служба безопасности, есть инструкторы, есть надсмотрщики, есть палачи, есть целый ряд внепроцессуальных и незаконных мер воздействия на тех, кто каким-то образом ослушивается командиров, начиная от избиения помещения в контейнер в морской, как в Сирии это они делали, когда людей пытали жарой, также и здесь сейчас пытают холодом закрывая металлический контейнер на несколько дней. Там могут жестоко избивать, там могут секатором отрезать пальцы, и могут вот, но теперь мы уже видим, что делают с Евгением Нужным. Поэтому здесь очевидно, что как минимум, что здесь точно мы можем сказать, что убийство совершено гражданин Российской Федерации, потому что у него было гражданство, и мы видим, что это убийство совершено на видео. Территориальность, где они это сделали, на оккупированных территориях Украины, где сейчас располагается основная группировка Вагнера, или на территории России, мы не знаем. Я допускаю, что вполне возможно обмен производился, и с ним это совершили как раз на оккупированных территориях, где сейчас располагается вот эта вот группировка. Поэтому здесь, на мой взгляд, было бы логично и в Украине возбуждать уголовное дело по данному факту, потому что все равно это их территория. И, конечно, в России на уровне Следственного комитета и Генпрокуратуры возбуждать уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса это убийство, совершенное с особой жестокостью в отношении гражданина Российской Федерации. А дальше уже здесь задача следствия разбираться. Но просто при этом, при всем, мы прекрасно понимаем, что в России административный ресурс и лично Владимир Путин блокирует работу судебно-правоохранительной системы в отношении Евгения Пригожина. Потому что, если бы в России следствия и оперативники работали бы по закону, а не по понятиям и не по звонку из Москвы, они бы уже давно его задержали и взяли под стражу по обвинению в наемничестве, потому что он этим занимается уже более шести лет подряд, отправляя наемников в Мали, в Сирию и теперь в Украину. И плюс ко всему, еще сейчас к этому букету обвинений, которые ему следователи по идее, в теории, должны были бы предъявить, конечно, как минимум, убийство Евгения Анатольевича Нужина, за которое, в принципе, ну если еще раз, если все бы работало по закону или когда-нибудь, когда в России это все заработает в соответствии с Конституцией и законом, ну Евгений Пригожин сядет наверняка на пожизненный срок лишения свободы за это. Будем ждать этого момента, ждем уже сейчас. Спасибо большое, Владимир, с нами был основатель ГУЛАГу.нет Владимир Осечкин. Привет, спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку спасибо под этим роликом. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Продолжение следует...